Беспорядок перестановки или инверсии перестановки. Назовем беспорядком пару томов в нашем лиду с номерами K и N. Они разные номера, я так полагаю, что K меньше L. Но K находится правее L. И тогда, чтобы точно понять, что такое беспорядок, давайте просто в нашей стартовой ситуации отсчитаем количество беспорядков. Имеется в виду не только соседние тома, все понимают, да? Имеется в виду пара любых томов. То есть тома 7 и 1 образуют беспорядок. Вот я пару черточков. И дальше я пошел как-то высчитывать это. Можно просто все выписать, пожалуйста? Просто пары. Давайте я просто по пальцам пойду. 7 и 1, да. Вот 7-ка с кем будет беспорядок? С единицей, с тройкой, с пятеркой, с четверкой. Вот, в общем, со всеми, кроме восьмерки. Шесть беспорядков мы насчитали. Все, семерку можно забыть. То есть я буду идти вот так вот. Правда. Единица далее со всеми не образует беспорядок. То есть можно сказать в порядке. Любая пара с единичкой, кроме уже рассмотренной 7 и 1, она в порядке. Тройка. Беспорядки только с двойкой. Пятерка. Беспорядки с четверкой и с двойкой. Четверка в беспорядке с двойкой. Восьмерка в беспорядке с двойкой и с шестеркой. И вот эта пара в порядке. 2, 6. Значит, всего здесь 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Таким образом, это вот не случайное совпадение мы видим, да? И как раз количество беспорядков – это тот самый счетчик для нашей задачи идеальный. Именно количество беспорядков, вот этот параметр, он дает, по-моему, так сказать, меру того, насколько мы далеко от финиша. Да, я, конечно, не сказал еще, что в финальной ситуации ноль беспорядков, да? Но это, я думаю, всем понятно. Здесь дома и будут в порядке возрастания. Любая пара домов – естественный порядок. Меньший номер, леви. Здесь просто нет беспорядков. Вот. И все. В начальной ситуации 12 беспорядков, в конечной ситуации ноль беспорядков. За одну операцию количество беспорядков меняется разве что на единицу. Правда же? Мы трогаем только два соседних дома. Если обменяли, то каждый из них с теми домами, которые вначале были слева или справа от этого блока, ну, не меняется, стоит. Не правда ли ровно та же самая ситуация, которая у нас уже повторяется многократно сегодня? Характеристика равна n, конечная характеристика равна нулю. Значит, нужно не менее n ходов, чтобы от начала к концу. Задача решена. Оценка сошлась с примером. Ну, и более того, вы понимаете, что дело не в этой конкретной перестановке, не в числе 8, а вы эту задачу теперь можете эффективно решать для любой перестановки на n символ. Правильно? И показываю, что вот этот алгоритм сортировки, о котором вы говорили, он действительно оптимальный. Не только то, что я показал, да, а достаточно в оптимальном алгоритме выбирать любую фару, которая находится в текущей ситуации беспорядки. Правильно? Меняя местами, наш счетчик в нужную сторону переходит на единичку. Количество беспорядков меняется на единицу. В нужную сторону. в нужную сторону уменьшит. Этот замечательный счетчик возникает... Мне нравится, что в этой задаче он просто... Его не надо даже придумывать, не надо изобретать. Он сам собой у нас возник в процессе этого обсуждения. А на самом деле, он удивителен тем, что при обмене любых двух томов этот счетчик, ну пусть не на единичку, меняется, но меняется на нечетное количество. И это начало теории четности перестановки. Перестановка называется четной. Если вот этот наш счетчик беспорядковый для нее принимает четное значение, не нечетное, а противное случая. Прелесть в том, что обмен не только двух соседних домов, но и любой пары домов меняет четность перестановки. На этом соображении держится очень красивая теория. Продолжение следует...